Алкоголь и сексуальное здоровье, как алкоголь влияет на эректильную функцию мужчины, помогает или мешает, давайте с вами это все обсудим. С вами я, Михаил Крештофов, мы на канале Медплюс. Подписывайтесь, ставьте лайк, поговорим сегодня об этом. Хотелось бы сказать, что, в принципе, если говорить глобально, то алкоголь вреден. Алкоголь вреден в общем-то и в целом для организма человека. Но если вы, да, моя аудитория, алкоголь употребляете, то давайте обсудим те моменты, где он теоретически может быть полезен, где он вреден. Алкоголь является таким небольшим, скажем, антидепрессантом, расслабляющим средством, которое может несколько понизить тревогу. Он может вызвать на определенный период чувство эйфории, он может снизить чувствительность. Какое же это отношение может иметь к половой активности мужчины? Ну, прежде всего, он может повлиять таким образом на эректильную функцию. Если же вы употребляете алкоголь и происходит половой акт, то в небольших количествах алкоголь может оказать такое действие, как удлинить на какое-то время половой акт в связи с тем, что он оказывает воздействие на центры головного мозга. Как известно, эякуляция, возбуждение, прежде всего, связанное с головным мозгом. Но здесь есть и подводные камни, такие как то, что алкоголь в более большом количестве может, наоборот, вызвать тормозящее воздействие и оказать такую, знаете, плохую услугу. Эрекция может быть слабая, она может не возникнуть. Поэтому, друзья, я как врач вам советую алкоголь не употреблять, но если вы уже его употребляете, то это должно быть в разумных небольших количествах. Друзья, какая же безопасная доза алкоголя для мужчины? Сколько он мог бы выпить совершенно, чтобы это не вредило его здоровью? Друзья, ну, ответ на этот вопрос прост. Безопасных доз на самом деле, там, бокал вина, 20 мл, я не знаю, крепко алкогольного напитка не существует. Весь алкоголь вреден. Его польза в основном связана с рекламой компаний, которые занимаются продажей рекламы алкоголя. Но если вы употребляете, то это количество должно быть по возможности минимально. Ну, скажем, там, не больше одного бокала вина или не больше одной, там, дозы, там, 20 мл крепко алкогольного напитка. Совет мой, как врача, алкоголь не употреблять. Но если вы, допустим, употребляете, там, один раз в неделю, два раза в неделю, там, один бокал вина, то это может быть относительно безвредно для вашего организма, но чрезмерное употребление алкоголя очень вредит вашему здоровью. Друзья, что будет, если ежедневно, за ужином или за обедом выпивать всего-навсего один бокал вина? К чему это со временем может привести? Дело в том, что регулярное постоянное употребление алкоголя может привести к тому, что количество той пищи, которую вы употребляете, оно будет гораздо лучше усваиваться организмом. И если мы говорим о мужчине в возрасте, скажем, там, 35-40 лет плюс и старше, это может привести к метаболическим нарушениям, проблемам с функцией печени, даже всего-навсего один бокал вина может привести к проблемам, которые со временем скажутся на уровне тестостерона и на вашей половой активности. Употребление алкоголя неизбежно приводит к усилению метаболизма, часто это приводит со временем к увеличению веса мужчины, и, соответственно, количество гормонов, не очень полезных для мужчины, таких эстрогенов, начинает расти, и они влияют на андрогены, уменьшают активность андрогенов, соответственно, алкоголь может привести и, скорее всего, приводит к снижению активности тестостерона. Это негативно скажется на вашей, как половой функции, так и на вашем настроении, физической активности. Друзья, есть ли какой-то магический алкогольный напиток, который вам поможет с эрекцией или с потенцией? Ну, на самом деле, таких напитков нет. Алкоголь может оказать воздействие позитивное только в одном направлении, а именно, если вы волнуетесь, если вы очень сильно возбуждены, то алкоголь оказывает, как любой антидепрессант, оказывает такое немножко тормозящее воздействие. Поэтому в небольшом количестве он может оказать такую стабилизацию, успокоить, несколько понизить возбудимость, и таким образом, если у человека половой акт очень короток, он может его удлинить. Но дело в том, что мои пациенты, которые отмечали такую положительную роль алкоголя, со временем говорили о том, что это действие потом проходит. Мало того, алкоголь начинает негативно влиять на качество эрекции. Друзья, есть ли разница между алкогольными напитками, что вреднее, как влияет на потенцию коньяк, как влияет на потенцию эрекции пива, как влияет в вино? Дело в том, что употребление таких алкогольных напитков в сравнении, вино или пиво, они действительно отличаются. Отличаются тем, что пиво традиционно пьют в больших объемах, пиво увеличивает объем желудка, пиво увеличивает со временем количество пищи, которую употребляет мужчина, и таким образом увеличивает вес мужчины. Вино или крепкие алкогольные напитки не обладают таким действием, они не увеличивают объем желудка, поэтому в употреблении, если сравнимо с пивом в промилях в небольшом количестве, они относительно безвредны. Поэтому, конечно, если уже расставлять позиции, что вреднее для мужских гормонов, что вреднее для мужского здоровья, то пиво находится на первом месте, а крепкие алкогольные напитки и вино стоят в этой очереди чуть-чуть позже. Друзья, можно ли стать импотентом, потерять эрекцию, потерять половую активность от алкоголя? Конечно же, да. Конечно же, да. Это связано с тем, что употребление алкогольных напитков со временем приводит как к нарушениям функции сосудов, потому что у людей, которые длительное время употребляют алкоголь, нарушается метаболизм, нарушается функция печени, увеличится количество липидов в крови, холестерина в крови. Это приводит в первую очередь к нарушению кровоснабжения кавернозных тел полового члена, нарушение эрекции, а к последующим проблемам, связанным в целом. Сердечно-сосудистая система. Часто такие мужчины становятся пациентами уже после того, как стали пациентами уролога, пациентами кардиолога. Поэтому длительный прием алкогольных напитков негативно влияет на половую функцию. Друзья, что же произойдет, если вы употребляли бокал вина или любые другие алкогольные напитки и решили отказаться от них, скажем, на месяц или больше, что может произойти? Ну, прежде всего, произойдут следующие моменты. Через определенное время печень, орган, который регенерирует, улучшит свою функцию, свою работу. Ваша система кровотворная начнет функционировать лучше, цифры артериального давления уменьшатся, ваш вес при нормальной физикоактивности начнет приходить в норму, ваш организм, который находился под токсическим регулярным воздействием алкоголя, который оказывает токсическое воздействие, начнет восстанавливаться и будет очень грустить, если вы опять вернетесь к этой привычке. Друзья, ну, в итоге хотелось бы сказать, что алкоголь, как и любые другие, я бы отнес его к наркотическим препаратам, не имеет никакой пользы, он вреден. Все, что связано с мифами о пользе его употребления, на самом деле связано с теми веществами, которые содержатся в алкоголе, которые вы можете получать и в других продуктах питания, а то, что основой его является этиловый спирт и употребление этилового спирта в любой форме, крайне вредно, особенно для мужского здоровья. Поэтому, подведя итоги, я вам посоветовал бы по возможности алкоголь не употреблять. Если вы его употребляете, то не быть в зависимости от этого и не употреблять это регулярно. Будьте, оставайтесь здоровы, активны, поддерживайте свое здоровье. С вами я, Михаил Крештопа. Мы с вами на канале Минт Плюс. Не забывайте, ставьте ваш лайк, нажимайте на колокольчик. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!